Как нарисовать нос, как рисовать нос человека. Привет, я Дарья Поздняк и это третья часть видео о том, как рисовать нос. Я опять сделала зарисовку маркера, разобрала здесь по тону и потом это перевела на акварельную бумажку. Мочить лист я не буду. Начнем сразу заливать тон. В этот раз я выбрала положение профиль и немножко другую форму носа. Так, я подмочу место, чтобы залить боковую часть носа сразу же. Заливаю. Вообще, если мы сразу же определимся и зальем какую-то большую площадку, то потом будет легче работать уже. Потому что большое уже будет и останется решить только детали более мелкие. Залила. Я еще что подумала, давайте зальем фон. Это не очень хорошо, что я работаю без фона. Особенно, когда краешек носа здесь освещен. Нам всегда выгодно давать световой фрагмент, чтобы в касании фона и света. потемнее давать. Сейчас вам покажу этот эффект. Вот, чтобы выделился силуэт. Чтобы не делать здесь линию, что совершенно неправильно. А чтобы выделить силуэт, чтобы фон был более мягким, можно покапать. Так, то есть, силуэт мы проявили уже. Чтобы силуэт не был очень вырезанным, вот в этом месте, вот здесь, где чуть-чуть темнее площадка, чем вот эта, я могу его немножечко попробовать смягчить. Сейчас я попробую здесь сухой кисточкой. Если не потечет, то сделаем. Если потечет, то чуть позже. Да, попозже. Ладно, попозже, так попозже. Немножко тут у меня залезло. Сейчас уберу. Я уже рассказывала, я беру салфеточку, складываю такую плотненькую штучку и точечно, чистой сухой салфеточкой, прижимаю. Выбирает ненужный пигмент. Хорошо. Пока тут сохнет, мне нужно решить здесь, что у меня будет темнее. Внутри ноздри, либо вот это место, либо и вот это. То есть у меня вот три идут подряд. Здесь, здесь и здесь. И два вот здесь. Что из них будет темнее? А вот здесь у меня на референсе что темнее вот эта часть и внутри. Наверное, я так и сделаю. Так, положила. А теперь положу вот эту. Немножко подмочу. А теперь уже по подмоченному положу. и придется вот здесь усилить, потому что я там более активно тоном набрала. Так, хорошо. Еще я добавила вот здесь тень, падающую тень. Здесь тоже нужно подходить, но я не могу. У меня там пока мука. Я попозже это сделаю. Хорошо. Вот эту площадку тут уже все высохло. можно ее немножечко притонировать. Потому что самые светлые у нас вот это и вот это, они обращены к свету. А эта, она немножечко уже начинает как бы отворачиваться. Так. Так, смягчается. И еще, я думаю, вот эту надо тоже немножко отвернуть. Она более вертикальная, значит, на нее свет уже падает по-другому. Так. Ну и можно заливать вот эту всю нижнюю площадку. Самое главное, чтобы у меня не потекло темное. Так. Посмотрим, что у меня тут получится. довольно сухой кистью все веду, потому что иначе потечет то, что не досохло там. Вот так. И так как тут уже высохло, можно подойти к тенюшке. К падающую тень доделать. Кто мне скажет, почему я всегда рисую каким-то большим бревном? Хотя у меня много кисточек. Почему-то я всегда рисую очень большую кистью, которая не всегда пролезает туда, куда мне нужно. Вот и я не знаю. Кто-нибудь мне скажет. Будет отлично. Вряд ли это что-то исправит, но хотя бы я буду знать. Так. Возьму поменьше. и вот под... Вот здесь, где я выбрала, немножечко подчеркну. И смягчу вот сюда в тень, чтобы мягко. Так, хорошо. Смотрите, у нас не хватает сейчас выразительности. Это нормально, потому что мы еще не доделали. Смотрите, во-первых, здесь фон и объект. Если в этом месте у нас фон темнее объекта, то вот в этом месте у нас должен быть объект темнее фона. Поэтому мы здесь сейчас положим дополнительный тон. бумага из-за того, что я фон залила, пошла волну, и мне стало неудобно. Так, и теперь это нужно насмягчить. Чтобы не смотрелось, как обводка. И еще, я думаю, нужно утемнить вот здесь по краю. Тоже нужно утемнить. В одном месте утемню и смягчу. Доводить темным сюда не буду, потому что, чтобы не потерять звонкость. Так, уже стало звонче. Хорошо. Вот здесь нужно делать потемнее. А то у нас есть вот тут теневая, здесь световая, а вот здесь должен быть какой-то средний тон, а его почему-то нет. Так, средний тон, и теперь к светлому мы будем разгонять. Плавно смягчать. В принципе, здесь можно даже вот так смягчить, вообще на нет. И здесь тоже нужно добавить какой-то тон лица. Вот здесь я оставлю световое, здесь дам. тон лица. Так, хорошо. И я бы добавила еще пару темных акцентов. Ну, не супер темных, но все-таки вот здесь в касании светотени кладу темный, а потом его разгоняю, чтобы был мягкий более-менее переход. Так, вот здесь я бы добавила темненький. Заодно он бы выделил немножко вот здесь краешек ноздри. тут я по мокрому добавляю, он сам течет. Но мы все равно смягчаем. и в принципе я бы выделила вот здесь, потому что это вот такая остренькая форма носа, она как будто сама напрашивается, чтобы ей вот это вот выделили. так, вот так. Здесь у меня очень какой-то пропало. и, по-моему, миньи апреппорт. Вот. Продолжение следует... Так, ну и, наверное, надо подчеркнуть... Вот здесь... Капельку... И на этом всё. Ставлю автограф. А, вот давайте ещё вот тут добавим, чтобы не переходило оно к белому. Тут же в любом случае у нас тень, что я очень уж забыла про это место. Да, вот так сильнее будет. На этом всё. А с вами была Дарья Поздняк. И до новых встреч!